На этот раз совещание с главами провела Татьяна Одинцова, возглавляющая районную администрацию. Вопросов, как всегда, много. Взять хотя бы благоустройство. Во многих поселениях района во время недавней областной инспекции были обнаружены свалки и очаговые навалы мусора. Было выявлено 8 свалок. Это сельское поселение Жаворонки, Захаровское, Горское, Успенское, городские поселения Большие Низемы, Дершовское из них 3 свалки, остальные населенные сельские и городские поселения, которые назвали по одной свалке, плюс 14 очаговых навалов. Эту проблему необходимо решить. А еще нужно закончить работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, установить мусорные контейнеры, положить резиновое покрытие на детских площадках. Шесть поселений из 16 с этой задачей пока не справились, хотя губернаторам был обозначен конкретный срок – до 1 октября. Несмотря на заявленные большинство поселений сроки про 10 октября, я буду просить главу отдельным поручением всем определить, что вы в ручном режиме, несмотря на существующие графики, подписанные с вашими подрядчиками, в ручном режиме, повторюсь, максимально ускоряли их работу. Особенно с учетом того, что мы ожидаем на этой неделе минусовые температуры по ночам в том числе. Еще одно поручение – оснастить энергосберегающими светильниками улицы нашего района – тоже выполнено не полностью. Не все поселения закупили новые лампы. Виталий Савилов по традиции рассказал о благоустройстве спортивного парка отдыха имени Ларисы Лазутиной. Работы здесь не прекращаются. Сейчас занимаются освещением пешеходных дорожек, чистят лес. Для посетителей здесь появились новые активности. Каждый день у нас групповые занятия для людей, утренняя зарядка, все то, что мы продолжаем и все то, что мы двигаем. Также мы начинаем активно работать по различным профилям. Какие-то дополнительные спортивные занятия, творческие занятия. И я думаю, что наконец-то, то, что мы не снижали темп, мы двигаемся, проводим постоянные мероприятия, дает о себе знать. К нам начал приходить народ. Особое внимание на совещание уделили работе информационного портала «Добродел». Это система сбора жалоб и предложений от жителей Подмосковья. Она недавно начала работу. И вот первые результаты. Прогрессия очень большая, потому что на 1 сентября таких обращений всего было 54, а за текущий месяц уже, видите, 115. С каждым месяцем данная система получает большую популяризацию и народ начинает активно ей пользоваться. В завершение встречи участники обсудили начало работы еще одного портала. Портала культуры нашего района. Здесь можно получить информацию по готовящимся акциям, общаться на форумах, в общем быть в курсе всей культурной жизни. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинсо.